Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ирины Мигунова. Сегодня в выпуске. Боятся наводнения. Жители района Пушкинского моста встретились с главой Уссурийска. День работника скорой помощи. Теплые слова услышали фельдшеры, водители и диспетчеры неотложки. Еще один сафари-парк. На русском острове туристы смогут увидеть тигров на море. Юбилей пожарной охраны России. Наш корреспондент познакомился ближе с внутренней работой спасателей. Еще один юбилей новоприморского управления магистральных безопроводов. Поздравили работников отрасли. Галоконцерт «Страны чудес». Детский фестиваль талантов завершился показом лучших номеров. Глава округа встретился с жителями улицы Первомайской в районе Пушкинского моста. По мнению горожан, существует высокая опасность повтора наводнений. Ливневые стоки совсем недавно уже частично топили подвалы, помещения и подъезды к домам частного сектора. Подробности в сюжете. Глава округа встретился с уссурийцами, которые живут на улицах в районе Пушкинского моста. Люди сообщили градоначальнику свои опасения оказаться под водой в случае повтора паводковой ситуации. Мутные потоки еще совсем недавно наполняли кюветы и даже частично подтопили проезды и подвалы домов частного сектора. Об этой проблеме горожане рассказали Евгению Коржу на личном приеме граждан. По мнению участников встречи, есть опасность, что существующие системы ливневок могут не справиться с источными водами. И потому кюветы было бы неплохо почистить и сделать более глубокими до самой реки Раковки, чтобы избежать возможности подтоплений. Усуществилась проблема после прошлогодних наводнений. Дом у нас на два метра был затоплен. То есть от земли начиная затоплено. Соответственно, весь мусор, почва, песок, все кюветы замыты. Вода у нас уходила вот по такой траектории в сторону реки. Глава округа Евгений Корж побеседовал с жителями. В ситуации будут разбираться специалисты. Первая рабочая встреча с их участием пройдет на следующей неделе. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. С Днем работника скорой помощи поздравили врачей в администрации Уссуриска. Фельдшеры, диспетчеры и водители отмечают свой профессиональный праздник 28 апреля. В торжественной обстановке медицинским сотрудникам вручили грамоты и благодарности. С места событий Диана Мазур. Вы настоящие ангелы-хранители, которые первые вступают в борьбу с тяжелыми заболеваниями, оказывают помощь пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф. В любое время суток и по первому зову спешат на выручку сотрудники службы скорой помощи. Фельдшеры, медицинские сестры, санитары и водители – всех объединяет общее дело и искреннее желание спасать жизни. В торжественной обстановке с профессиональным праздником поздравили врачей в администрации округа. Ваш труд – это настоящий подвиг, который достоин самого глубокого уважения. Ежедневно вам приходится бороться за человеческую жизнь и здоровье, проявляя при этом выдержку, самоотверженность, внимание, доброту и заботу. За многолетний добросовестный труд почетной грамотой наградили врача Елену Лозу, медицина для которой – не профессия, а призвание. Женщина отдала благому делу 48 лет жизни и ни дня об этом не жалела, ведь стать доктором была мечта с самого детства. Сначала после распределения я уехала в Дальнегорский район, работала заведующей здравпункта свинцового завода. С 1983 года я работаю на станции скорой медицинской помощи. Сначала выездным фельдшером, а последние годы я работаю диспетчером. После вручения грамоты благодарности и в честь праздника для медицинских работников подготовили концертную программу о творческих коллективах округа. На сцене свои танцы и песни показали юные таланты. День работника скорой помощи вошел в список государственных праздников совсем недавно – в 2020 году. До этого его отмечали неофициально. Дату выбрали не случайно – 28 апреля 1898 года. В Москве появились первые станции скорой помощи и пара карет для перевозки пациентов. Диана Мазур, Роман Надонин, Телемикс. Сафари-парк «Центроамурский тигр» появится на Русском острове. Место строительства осмотрел полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Гости Владивостока смогут вживую увидеть полосатых хищников на берегу моря. Доходы от туристического объекта пойдут на содержание животных в реабилитационных объектах. Подробности в сюжете. Совсем скоро в прибрежной части Русского острова появится новый туристический объект. 13 гектаров территории заполнят пешеходные дорожки, гостиницы, стеклянные тоннели, вольеры для животных. Посетители смогут наблюдать за жизнью оленей, изюбрей и косуль. Но главным объектом внимания гостей сафари-парка станут полосатые владыки уссурийской тайги «Амурские тигры». Одной из таких достопримечательностей Приморского края, конечно, является тигр. На эмблеме есть, а в жизни не увидишь. Поэтому возможность посмотреть тигров здесь близко. Уверен в том, что она будет привлекать и жителей Владивостока, и жителей Дальнего Востока. Стеклянные тоннели для пеших прогулок позволят наблюдать за животными с близкого расстояния и абсолютно безопасно. Изюминкой нового сафари-парка станет морской пляж для тигров, где хищники будут гулять по полосе прибоя. Они будут просто отдыхать на песке, они очень любят, вода будет здесь, будет предусмотрен искусственный насыпь, чтобы граждане могли осуществлять свое право и не нарушать закон 20-метровой зоны доступности. Соответственно, будет рация, а у тигров будет свой участок моря. Доходы от нового туристического объекта пойдут на содержание животных в реабилитационных центрах. Заработает сафари-парк уже в следующем году. Таким образом, тигры в неволе помогут спасению своих полосатых собратьев в дикой природе. Виктория Калинина, Евгений Михайлов, Телемикс. Если дождь и тучи не помеха для отдыха, тогда усуицы могут смело строить планы на праздники. Потому что именно такую погоду прогнозируют синоптики. В воскресенье небо затянут облака, ну а к вечеру ожидаются небольшие осадки. Столбики термометров покажут днем плюс 17, ночью до 11 тепла. В понедельник существенных изменений не предвидится. Ветер южный слабый, но уже ночью на 30 апреля пойдет дождь и продолжится с разной степенью интенсивности до утра. Температура воздуха дойдет до 12 градусов. А вот 1 мая встретит солнцем, будет ясно, практически безветренно, 15-18 выше нуля. Впереди короткий рекламный блок, оставайтесь с нами, далее вы увидите. Как устроена пожарная часть, мы съездили в гости к спасателям перед профессиональным праздником. Фестиваль творчества «Страна чудес», 10-дневный марафон талантов, завершился гала-концертом. Первые соревнования в бассейне «Чайка» собрались пловцы первого года обучения. Это вечерний выпуск программы «Телемикс новости». Идем дальше. Героическая работа и повседневная служба. 30 апреля пожарная охрана России отметит 375-летний юбилей. В предпраздничные дни моя коллега Екатерина Ельмина отправилась в пожарно-спасательную часть Уссуриска и поближе познакомилась с внутренней работой. Почти четыре сотни лет в нашей стране существует пожарная охрана. Днем и ночью караулы стоят на страже нашей безопасности. Нам повезло, сотрудников МЧС мы застали в период затишья. А ведь иногда бывает до 10 вызовов в сутки. Работа тяжелая и напряженная, но, признаются огнеборцы, в нее втягиваешься быстро и надолго. Это мужество, это самоотдача, ну и, скорее всего, призвание. Потому что людей случайных тут, они либо не задерживаются здесь, либо они, если пришел в пожарку, как я говорю, если пожарные однажды, пожарные навсегда. Не всегда спасатели вызывают именно на пожары. Чрезвычайные ситуации могут быть самого разного порядка. Неизменным противникам остается время. Когда счет идет на мгновение, скорость – главное качество бойца. Норматив надевания спецодежды – 20 секунд. Оборудование готовится и заряжается в самом начале смены. Дальше прыгнули в машину и поехали, хотя по ощущениям полетели. К слову, наш водитель – настоящий ас, чемпион по скоростному маневрированию. Тренировки и учения – такая же часть службы, как и боевые выезды. Помимо профессиональных навыков, пожарный должен иметь превосходную физическую подготовку. Одна только амуниция может весить до 40 килограммов. Главное, чтобы костюмчик сидел, а точнее легко и быстро надевался, в чем убедилась лично. Хотя с непривычки форма больше напоминает скафандр. Также вот имеется замечательная штука, чтобы летать в космос. Специально это думаем. Важный элемент спасательного гардероба – дыхательный аппарат. Состоит из кислородного баллона и маски. Надевается как рюкзак, а за счет ремней распределяется нагрузка. Весит конструкция немало, несмотря на то, что это облегченная версия. Прошлые были на несколько килограммов тяжелее. Ну, все, принарядившись, поехали на вызов. Вишенка на торте – инструментарий спасателей. В нишах пожарной машины спецтехника на любой случай. Это оборудование тоже требует навыков и изрядной физической силы. Екатерина Ельмина, Игорь Антонов, Телемикс. Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов отмечает 15 лет со дня основания. В молодежном центре «Горизонт» прошло торжественное собрание работников сферы. Первые лица города и края отметили наградами сотрудников предприятия за профессиональный и добросовестный труд. Все начиналось в 2009 году со строительства газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Сегодня на территории Приморья проложено более 600 километров труб подачи голубого топлива. В Уссурийске на природном газе уже работает большая часть котельных. Ежегодно газовики помогают Уссурийской общественной организации инвалидов и ветеранам локальных войн в изготовлении и установке памятных мемориальных досок, которые рассказывают об участниках Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется поддержке спорта. Так, 29 апреля 2023 года на стадионе «Локомотив» Уссурийска состоялось первенство по мини-футболу среди команд предприятий топливно-энергетического комплекса Приморского края. В Уссурийске завершился фестиваль детского творчества «Страна чудес». Традиционно события длиною в 10 дней отмечают большим галоконцертом. Получилось праздничное выступление с фейерверками и наградами засвидетельствовала его и наша съемочная группа. И мысли мгновенно уносят в прошлую эпоху. А это галоконцерт фестиваля детского творчества «Страна чудес». На сцене только лучшие номера. Упорно в течение 10 дней члены жюри не покладали рук, выставляя конкурсные баллы. В последнем выступлении 20 лучших номеров. С огромным удовольствием хочу поздравить вас с победой. Вы в очередной раз доказали, что нашему городу Уссурийску есть чем гордиться. Выступая на соревнованиях различных уровней, вы прославляете наш город. И огромное вам, конечно, за это спасибо. Самому фестивалю больше 30 лет. И традиционно «Страна чудес» – одно из самых масштабных событий для детских садов и школ. Готовятся коллективно и сольно. Конкурсанты от мала до велика. В этом году в конкурсном испытании приняли участие 2540 человек. Очень сильно волновались и дождались наконец-то. А чего дождались? Этого праздника. Как вы с волнением справлялись? Мы просто себя успокаивали и продолжали учить. В этом году изюминкой нашего фестиваля была номинация семейного творчества «Творчество без границ», где семьи показали, какие они дружные, показали свои таланты. Они пели, танцевали, они показывали театрализованные представления. Это было просто два номера. Кстати, сегодня мы увидим гала-концерты. Семейную номинацию приурочили в году семьи, который сейчас идет в нашей стране. Также участники фестиваля пели и танцевали, готовили театральные номера и читали стихи. Грани своего творчества демонстрировали в шести номинациях. Было тяжело, еще сцена как бы маловато для нас, но все хорошо, мы справились. Какие-то помарочки-то были, но не бывает без этого. А вот у нас нет, у нас все хорошо. Это секрет. Мы все сделали, как надо. Всем участникам гала-концерта вручили дипломы. Ну, а у тех, кто не попал в победный день на сцену, впереди целый год, чтобы подтянуть свое мастерство и выступить в «Стране чудес-2025». Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Свои первые дистанции преодолели пловцы-новички. В бассейне «Чайка» прошли соревнования среди детей первого года обучения. Победителей не было, зато были дипломы и шоколадки для всех. А главное – значки с гордой надписью «Я умею плавать». Мы пообщались с самыми маленькими спортсменами и спешим показать их вам. Стоим настояние для всех пребега. С таким же старанием выступили на первых в своей жизни соревнованиях по плаванию уссурийские дети. В бассейне «Чайка» собрались не только воспитанники своих учебных групп, но и из мастер-джима, 25-й школы и даже из Арсеньева. Вот эти важные малыши. Перед началом соревнований настоящие спортсмены показали все стили плавания. Уважаемые дорогие, я вам всем желаю, чтобы ваши дети научились плавать дальше. Задача участников этого турнира – вообще доплыть до противоположного бортика. Преодолеть 25 метров любым способом. Рядом с каждым – взрослый спортсмен на подстраховке. Я хочу плавать. А почему тебе нравится плавать? Я далеко могу еще плавать. Под плодой могу еще плавать. Я хочу стать спортсменом. А что ты делаешь на тренировках? Чему учишься? Плавать хорошо. Учет времени не ведется. Соревнуются дети только сами с собой. Доплыли практически все на радость родителям, которые стоят высоко и глядят далеко. А рядом, внизу, только тренер и только понятные им двоим знаки. Ображай. Ножками, ножками, ножками. Во-первых, они не боятся воды. С первых этапов мы чувство воды прививаем. Они понимают, когда уже приходят дальше, им легче намного адаптироваться в других бассейнах и начинают уже в спортивных секциях заниматься. В группы новичков принимают детей любого возраста, вплоть до 18 лет. Поэтому на дорожках видно и ребятню постарше. Но с такими же шансами на известное спортивное будущее. Я хочу участвовать в тренировании и англебинских тренирований. Мы сегодня будем на спине плавать. А какой тебе стиль больше всего нравится? Ну, мне стиль нравится плавание. На плавании можно научиться плавать и спасти какого-то человека. Мне нравится плавать, потому что все получается и все хорошо у меня. Каждый год «Чайка» проводит набор детей. Но важно знать один момент. Запись открывается в полночь с 31 мая на 1 июня на сайте бассейна. А тем, кто с успехом завершил свой первый год на воде, наши поздравления. Впереди еще неизвестные кроль, брас и даже бутерфляй. Нырять и дерзать вам желают Ирина Мигунова и Роман Адонин. Телемикс. Ну, а пока это все новости. Больше информации ищите в наших социальных сетях. А этим вечером с вами была Ирина Мигунова. Еще увидимся.